на канале новая реальность есть видео садом и гамора сожженные серой 18 веке это видео о том как исследователи нашли города признаки остатков строения из известняка подвергшийся температуре 3000 градусов и самое главное нашлись миллионы недогоревших шариков серы высочайшей частоты изготовления отсюда можно сделать вывод что производство и доставка такого вида оружия превосходит современные аналоги чтобы сжечь город нужны такие технологии мощности которых у нас нет напалму в сравнении с сжиганием города в раз и целиком выглядит как пистолет против самолета в телеграм-канале элизиум и обнаружил фотографии аналогично сожженных городов в афганистане датировка 1915 год кирпичи также потеряли свою структуру и прочность но сохранились гораздо лучше возможно воздействие происходило в 19 веке и не все здания полностью были сожжены где-то похоже на разрушение ударной волной но в целом разрушена структура камня единственное что не позволяет точно установить факт сожжения серы это детальное обследование вернее его отсутствие то есть у нас нет крупных фотографий на которых можно было бы увидеть остатки горения этой серы возможно после ударной или потопной волны кирпич просто выветрился и за сто лет начал рассыпаться наверное только ленивый невнимательный не видел в ютубе раскопки древнего рима которые производились в начале 20 века что интересно если в сибири глубина заноса в среднем это 36 метров то в районе средиземного моря заносы достигают местами до 20 метров а в низинах и того больше получается что если волна затопления шла ориентировочно с дальнего востока то в европе она только набирала обороты поэтому библейский потоп описывается так что над водой остались только горы и судно ноя со всей флоры и фауны и земной носила по морю восемь месяцев не будем вникать нелогичности абсурдность библейских и исторических повествований но надо сказать для того чтобы нанести грунта и чернозема десятки метров глубина затопления сила потока должна быть действительно не слабой и не настолько сильной чтобы снести все строения маргарита прислала фотографию испанской барселоны также начала 20 века видим ту же самую картину без раскопок малоэтажные постройки над грунтом вдали многоэтажки затопленными первыми этажами как и по всему миру начало века это уже лет семьдесят после потопа как никто еще не брался за освоение города пережившего апокалипсис мы должны признать что за сто лет мир был восстановлен так что о нем никто и не помнит население нарождено вновь так подумать очень перспективно владеть человеческой цивилизации подобной нашей люди сами ее восстановят сами сократят сами себя обманут и не дадут другим мешать дурить других вот иллюстрация как могли выглядеть города на земле в период гигантских кремниевых деревьев средств которых нам сейчас выдают как столовые горы имеющие колоссальные размеры непонятно насколько небезопасно было бы жить под такой кроной дерево представить что при порыве ветра с него могли бы падать веточки в десятки тонн с другой стороны в те времена похоже владели не только технологиями антигравитации но и космическими и в таком случае было бы несложно создать защитные системы кроме того чтобы такое дерево могло расти на несколько километров ввысь на земле должны быть подходящие условия например более плотная в несколько раз атмосфера но и не только написала зеля здравствуйте смотрю ваш канал я из города казань хочу отправить фото макринского моста в чувашии он выглядит не хуже чем в швейцарии да я поискал информацию в интернете есть много мостов в россии которые выглядят словно построены в 19 веке но немного поразбиравшись можно найти даты их постройки это все примерно 1930 года а также находятся причины почему многие из них были заброшены в основном потому что они стали ненужными как нам известно реки пересыхают болота также высыхают и становятся пригодными для прокладки дорог прислал виктор обнаружили в турции замечательные находки и плитки с мозаикой сами стены здания видимо были разрушены привлекает внимание шрифт это смесь кириллицы и латиницы видимо в то время символы еще были не разделены либо уже активно создавался латинский язык для как нам известно разделение народов скорее всего это средние века 17 18 век ну и даже вот такая мозаика уходящая в море прислали из обозреватель важное в мире как вы думаете в чем причина местные жители утверждают что теплого пола там нет может быть на снег действует какая-нибудь дифракционная сетка электромагнитного излучения а разгадка оказалась банальной участники чата присмотрелись и увидели что плитка с дырками и снег на мёрзлой земле тает медленнее для разгадки тайн большинства артефактов достаточно просто логики и внимательности прислал андрей у меня тут интересный артефакт попался кто-то выбросил возле мусорника целую гору книг и там нашел пару интересных одна про дзержинского и его эпоху глянцевая вся набита кучкой фотографий но меня удивили сами фотографии как пишется они изготовлены были в 20-х годах прошлого века как такое вообще возможно было сфотографировать какого размера должен быть фотоаппарат пленка и какого качества объектив и технологии изготовления фотографий это большой театр огромное количество людей и все лица можно рассмотреть действительно кто из старшего поколения помнит как снимали на зенит и это было весьма проблемное занятие а с качеством пленки и реактивов и сноровки и вообще беда и это конец 20 века а тут самое его начало если посмотреть на качество киносъемки тех лет то демонстрируется очень слабая да и фотографии большинстве как бы соответствуют зарождению кино и фотографии в общем налицо несоответствие качество технологии той эпохи однако мы видим что в те времена проблем с качеством не было как нам сейчас это хотят выдать написала эдите я считаю так что луна ни в какой тени не бывает просто она выходит и заходит за оболочку купола натягиваю ее эту оболочку в одну сторону когда растет и в другую когда убывает если что я не шучу рисовальщица я еще так конечно оболочка в моем представлении прочная но эластичная плотно прилегает вместе и и так называемого разреза свет луны не пропускает он становится видимым когда она попадает к нам под купол сначала оболочка натягивается с некоторым сопротивлением пропуская луну под купол и создавая рисунок полумесяца и выпрямляется по мере проникновения луны к нам внутрь и также в обратном направлении такую версию я даже никогда не слышал это объяснило бы почему вектор затенения не соответствует положению солнца и многое другое если купол энергетический то он мог бы пропускать сквозь себя объекты может он создан для тонкоматериального мира например запереть на земле захваченные души если вокруг земли или над землей есть купол то сразу возникает масса вопросов тогда что такое звезды и как движутся космические объекты вписываясь в небесную механику солнечной системы но есть масса других вопросов которые уже много лет рассматривают другие исследователи интересное видео прислал denis вот кольцо идет вот солнце дальше идем кольцо 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 еще солнце вон еще одно вот такое кольцо до эффект известный очень разнообразный такие голос снят уже по всему миру а также летом поэтому на преломление только в мороз писать не получается так же как и найти другую убедительную версию создаваемого эффекта виде кольца виде улыбки какой-то прислал руслан это иллюминация странная она возникает вокруг движения тела человека в одних случаях и не появляется в других хотя тоже есть движение если от движения то двигается все все и должно светиться глядя это видео я решил что это фейк кто-то просто нарисовал спецэффекты вокруг людей однако как говорится загуглил а точнее за яндексил и нашел что это известный эффект колонии биолюминесцентных микроорганизмов или планктона которые реагируют светом на якобы стрессовую ситуацию и на тело человека наверно радуясь встреча с обрату по разуму вроде на земле живем а животные мир иногда кажется как на планете пандора так может просто занесли бактерии на землю после съемок фильма аватар они тут и прижились прислал николай голубев осенью 2018 года я сделал фото осеннего пейзажа вблизи дачного поселка колосково приозерского района ленинградской области и позже вдруг обнаружил на кадре что-то очень похожее на классическую летающую тарелку надо учесть что при съемке ничего подобного не заметил я был просто потрясен да я посмотрел увеличена этот снимок очень похоже на реальный светлая окантовка вокруг предметов также есть и вокруг тарелки почему ее при съемке николай не увидел очень просто часто движение происходит с большой скоростью а поскольку день был солнечный яркость высокая автоматический фотоаппарат поставил самую короткую выдержку поэтому тарелка и выглядит четко если бы было пасмурно движение было бы смазано в виде дефекта сошло бы за муху или птицу ну и надо понимать что вокруг слишком много зрительной информации если перевести в цифровую это просто терабайты мы вообще очень многое не замечаем вокруг наш мозг просто не в состоянии с этим справиться ну и надо иметь ввиду что такая фотография на самом деле ничего не доказывает поскольку подделать такое очень просто даже белое головок рук объекта прислал андрей совсем забыл про эти фото давно еще хотел скинуть это набережная в москве и строение находится ниже уровня москва реки под русло уходят помещения какие-то но там все грунтом засыпано было не смог туда слазить два этажа точно под землей на этом фото видно там арочные своды высокие явно не по три метра а больше такого рода постройки очень похожи на допотопные вполне возможно они были надземными потом оказались под землей и уже потом их пытались использовать для канализации водоснабжения а может строились в советское время но вода все время просачивалась и их решили забросить и забетонировать в любом случае чтобы разобраться надо лезть туда и смотреть на признаки допотопности или их отсутствие но объекты действительно очень интересные павел илон левич видео на твоем канале про свет и я увидел круглую дырку куда вставляли горячую кочергу ты сказал что для латунной лучи на это не подходит и у меня мысль возникла а может туда вставляли урановые стержни которые в мультиках зеленым светятся вот на фотках урановые стержни и они очень подходят для вставки в этот якобы лучин на держатель они конечно немного другие и не светятся но выглядят как лучины кстати есть информация которая рассказывает нам о том что не всякая радиация вредна только определенные виды почему бы было не использовать именно ту которая не несет вред здоровью а вот версия от юрия филичева о том что до 18 века был материк и опан который исчез и мы ошибочно считаем что от него остались японские острова он пишет разглядев внимательно дно атлантического океана можно обнаружить контуры прежнего до катастрофного небольшого материка вероятнее всего это и есть останки и опана но южная часть островов развернута в другую сторону видимо падение тела в край материка азии оторвало часть суши создав современные японские острова и огромная волна просто смыла прежний мини материк ну и стоит отметить что точек падения крупных объектов это по всей вероятности осколки луны 2 и несколько мелких которые мы обнаруживаем к примеру на канале есть материал описывающий падение огромного космического тела которое разорвало материковое соединение южной америки с антаркиды а также найдены огромные залежи редкоземельных материалов у японии которые могли быть остатками механизма управления космического объекта вот вам и подтверждение этого падения кроме того мы знаем что в 19 веке и частично до начала 20 с небес лился дождь из глины что могло быть осаждением пород от разрушенного космического объекта к примеру той самой луны фатты после чего слово фатальный стал и нарицательным на глаза попалась видео экскаваторщик в карьере снял сруб в отвалившиеся скальные пороги и вот когда понять вот тут тоже похожая ситуация и не подойти не принести строй материал не выдолбить и не построить обычными человеческими способами думаю это можно объяснить образованием гор методом выдавливания флюидолитов в гигантских масштабах в катастрофный период то есть целые горы выдавливались затем они полимеризовались и получилась скальная порода также на канале есть видео с предположением что наши доисторические предки добывали полезные ископаемые методом выщелачивания то есть добывали все те же флюидолиты и использовали их для постройки городов и складировали их для дальнейшего использования в виде гор для этого была нужна циклопическая техника и летательные аппараты ну и мощнейшая цивилизация также у алексея кунгурова есть версия об искусственном формировании земли которую регулярно перестраивает это могущественная цивилизация а мы тут вроде как местная живность в террариуме прислал тони пишет вот мое село микеги в дагестане на вид вроде карьер по выработке известняка или добычи камни на искусственность указывают отвесные стенки и они были бы совершенно прямые но осыпавшиеся грунт и остатки выработки смазывают эффект как это и происходит в других карьерах обратите внимание на совершенно квадратный столбик с ровными гранями на переднем плане чтобы так его обтесать нужно гигантская и очень мобильная фреза если рассматривать в гугл-картах то никакого намека на искусственность вы тут уже не найдете вид приведен под природное образование прислал александр в чашке петри есть капля ртути и и покрывает раствор содержащий дихромат и концентрированный серную кислоту когда к ртути прикасаются железным гвоздем капля ртути начинает вибрировать очень интересный эффект давайте рассмотрим версии если это идет химическая реакция железо плюс кислота и ртуть и реагирует то процесс недолгий пока реакция не закончится тогда эффект и не настолько ценный вот вариант еще гвоздю подсоединено электричество в интернете также есть видео что ртуть от электричества начинает вращаться и не только если по закону сохранения энергии и вложено столько же сколько и выдает вибрация то это можно применить в некоторых устройствах эффект интересный но ничего особенного либо вариант если это просто фокус то скорее всего под стулом катушка создающая магнитное поле отчего между гвоздем и ртутью возникает электрический потенциал тогда тут кого хочешь так заколбасит еще версия если энергия вырабатывается без затрат и работает без остановки то процесс это ценный его можно использовать для выработки энергии откуда она возьмется возможно задействуются какие-нибудь частоты излучаемые землей постоянно либо задействуются другие природные источники хоть эфирные тогда появляется претензия на бестопливный генератор руслан жамбульский город джамбул сейчас переименован в тарас в южном казахстане чего там только не было а засыпанные улицы там прямо на месте бывшего зеленого базара раскопали но там такой масштаб просто не скрыть поэтому ведутся раскопки сейчас там исторический центр музей хорошо помню еще огромные железные водяные колеса на пересохших речках и что еще бросалось в глаза не похожи были профили шестигранные пруты заклепки на любых из современных да там просто был кладезь для альтернативных исследователей прислала русь великая советском фильме невеста севера в конце фильма когда молодая пара стояла на крыше старого дома за спиной был свастичный орнамент фильм снимали в подмосковье в переделки на ну и понятное дело сейчас все давно уже это спилили ничего не найдете наталья кулик в 1977 году я будучи школьницей участвовала в раскопках в нашем витебске вместе называемом верхним замком на глубине 45 метров это наши любимые метки заноса после потопные от 3 до 6 метров был сруб колодца а рядом были деревянные настилы для пешеходов ряды настилов достигали метров двух то есть после катастрофы невозможно было ходить по жидкой грязи и настилы ложили друг на друга в 1994 году на базе вас 2104 был создан внедорожный автомобиль магистр двигатель 2106 капотка решетка салон и фары 2107 остальное оригинальная рама обшита алюминием демонстрировался на первом международном автосалоне в экспоцентре в москве в 93 году прошел и получил положительное заключение автоваза сейчас находится в частной коллекции в 90-х было много новых идей и автомобилестроения даже надежда тарзан симбир и другие совершенно принципиально новые авто которые не догоняли запад а перегоняли его и даже наверное вот такие подошел сил улетел шутка примеры автомобиле строения в россии говорит не о том что в россии ничего придумать не могут о том что ничего воплотить нельзя еще в девятнадцатом веке ран имела четкие указания для чего и была создана не позволять русским воплощать идеи их нужно было блокировать а тех что разрешены реализовывать в европе переписывая авторство на европейских ученых и только после этого в виде товара продавать в россию а внедрять было можно и это правило действует по сей день только устаревшие производства некоторые исключения разрешались и разрешаются в рамках гонки вооружений то есть для реализации запланированных сверху войн а еще точнее для убийства людей вася прислал видео воодушевленный американец листает журнал единая тартария журнал 19 века в котором показано много фотографий с роботами выполняющими разные виды работ конечно эти ведро и ды больше похожи на муляжи для фотосессии инсталляцию на тему фантазии роботизации будущего далекого будущего но преподносится это как технологии оставшиеся от прошлой цивилизации да есть множество моделей сложных устройств выполняющих механические движения но робот это совершенно иной вид технологии в которой нужны компьютерное управление программирование микроэлектроника особый скоростной и супер компактный тип электромоторов всевозможные датчики видеооборудование высокотехнологические способы обработки внешней информации синтезатор речи и так далее и без сомнений если в прошлой цивилизации и были космические строительные технологии результат деятельности которых мы видим повсеместно то было и роботизация и не только роботизация но и киборгизация и гена модификации скорее всего в девятнадцатом веке постапокалиптический период все это отразилось в виде карга культа как и все остальные технологии и так присылайте свои артефакты прикрепляйте видеофото email по которому нужно присылать артефакты во вкладке о канале и а и и и и и и